Добрый день, мои дорогие зрители! С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Всемирный Совет Национальных Католических Церквей. И это 246-я серия программы «Задето заживое», в которой я даю свой комментарий на разного рода события, тренды или явления, произошедшие за неделю и, так или иначе, задевающие лично меня заживое. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. 6 апреля был день рождения моей самой любимой женщины в мире, моей жены, моей дорогой Светулечки, Светлячка, которая освещает темноту моей одинокой жизни. Я не буду об этом долго говорить, потому что, когда мы только поженились, я прочитал ей один сонет Шекспира, и она сказала, как это правильно. Не соревнуюсь я с творцами от, которые раскрашенным богиням в подарок преподносят небосвод со всей землей и океаном синим. Пускай они для украшения стров твердят в стихах между собой споря, о звездах с неба, о венках цветов, о драгоценностях земли и моря. В любви и слове правда мой закон, и я пишу, как мило и прекрасно, как все, кто смертной матерью рожден, а не как солнце или месяц ясный. Я не хочу хвалить любовь мою, я никому ее не продаю. Многое лето, моя любимая. Так, я вчера сходил на радио Метрикс, мы, кстати, очень неплохо поговорили. Я рад, что потихонечку вот это табу на присутствие инославных христиан в эфирах потихонечку снимается. Это не самое, наверное, популярное радио, я о нем услышал впервые в жизни, но радует сам вот факт, что кто-то вот еще приглашает, то есть люди видят, гуглят, как-то знают, узнают. Ну, в общем, это очень, на мой взгляд, неплохо, мы очень хорошо поговорили. И, кстати, после окончания эфира мы, наверное, еще пару часов разговаривали просто так. Потрясающие ведущие, тонко чувствующие Анастасии Адрес, и хорошо воспитанная Анаит Киркасян. Анаит 13 лет, она вот в медиаклассе учится и вот стажируется. Понятно, что она приготовила кучу вопросов интересных молодым людям, ну, типа, сколько получает, значит, митрополит. Я был готов абсолютно ко всему. Ну, поговорили сначала, ну, какие-то такие отвлеченные темы, а потом вышли на интересный очень разговор о сути таинств, о прощении грехов и так далее. И, конечно, мне все время было обидно, что Анаит, мы так, в общем-то, и не дали слова. Она просидела всю передачу, не осмеливаясь перебить взрослого 50-летнего мужчину, что делает честь ее родителям. У нее очень хорошее воспитание, настоящее такое вот армянское воспитание. Ну, невозможно перебить старшего. Вот это, конечно, ну, прям она молодец. Анастасия задавала вопросы, что называется, не в бровь, а в глаз. То есть она вот постоянно как бы подкидывала нужную тему. Мы так вот шли последовательно, постепенно. Поэтому я провел время очень и очень хорошо. Я уверен, что и передача хорошо получилась. И если продолжится наше сотрудничество, я буду всегда только рад. Эта неделя выдалась, конечно, совершенно какой-то сумасшедшей. Поэтому, увы, запуск проекта Литургии часов откладывается. Я надеюсь, что на неделю. Я хотел после октавы Пасхи, ну, то есть вот на этой неделе уже, начать. Но как бы не вышло вообще, что все пасхальное время, может быть, даже после Пятидесятницы. А то и после Троицы. Ну, не знаю я. Посмотрим, посмотрим. Вот. Очень хочется начать побыстрее, но пока нет такой возможности. Вот. Почему? Потому что вот завтра и послезавтра я должен буду читать лекции в МГЛУ. Когда мне позвонили и сказали, что в МГЛУ мы будем, ну, приглашаем вас лекции почитать, я подумал, в МГУ? О, типа, хорошо. Но нет. Это Московский государственный лингвистический университет. Если не ошибаюсь, это бывший ИНИАС. Вот. Ну, там проводится большой такой форум «Диалог культуры и цивилизаций». И по личному приглашению профессора Петра Александровича Денисенко я там буду читать лекцию в формате, ну, что-то межконфессиональный диалог. Я расскажу о старокатоликах. Кто это такие? А там, конечно, и Белорусский государственный университет культуры и искусств, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации среди организаторов и Российское культурологическое общество и Ассоциация образовательных организаций, научно-образовательная теологическая организация «НОТА». Там есть теологический факультет. Я надеюсь, что все будет хорошо. Завтра там будут пленарные заседания, а вот когда начнется работа по секциям, вот там я буду... Так, у меня там заявлена слайд-лекция. Со слайдами. Приходите. А теперь о любви к Родине. Показывайте слайды. Молодежь, наверное, этого анекдота не знает. Ну да ладно. Вот, я буду про старокатолическую церковь рассказывать. Со слайдами. А в пятницу также мы с Владыкой Иоанном будем снимать передачу, но онлайн, да. То есть с апологией тоже старокатолицизма. Потому что тут я понял, что у нас образовалось просто большое сообщество наших недругов, хейтеров и критиков. И они потихоньку выходят на большую дорогу. Ну и чтобы по сто тысяч раз не объяснять всем одно и то же, одни и те же довольно прописные истины, канонические, богословские и прочие, об абсолютной легитимности нашей церкви, о том, что мы не какие-то ряженые, не какие-то самозванцы, которых, к сожалению, много действительно. Да, таких людей полно, которые там выдают в себя за православных, там за католиков, еще за кого-то. Они там, как правило, в педофилии еще погрязли, в ЛГБТ, еще в чем бы только не было. Конечно, нам сильно реноме портит Утрихт, вот Утрихтская уния, которую мы уже давно анафематствовали, давно задекларировали их лишение апостольского преемства. Мы как раз и есть вот та самая, собственно, церковь Христова, в которой есть епископы, апостольское преемство, в которой есть ортодоксальное вероучение. И все практики нашей церкви вполне ортодоксальны и идут издревле. Вот, собственно, как церковь была основана Господом Иисусом, Христом и апостолами. Так вот мы и существуем. И в этом смысле мы ничем не хуже других исторических церквей. А может быть, даже кое в чем и лучше. И это тоже очень и очень важно. В общем, нам нужно дать ответ первентивно на критику, которая то тут, то там сейчас начинает раздаваться. Так что скоро будет много интересного контента. Предвижу, что ролик наберет немалое количество просмотров, ну и на него можно будет ссылаться. Хотя, может быть, и наоборот. Никому это сто лет неинтересно. Рунет непредсказуем. Так что вот наберитесь терпения. Все будет, все будет. Но чуть-чуть попозже. Много планов, много дел. 45 лет ТААЗу. ТААЗ это Тольятти Азот. Год основания 1979. 7 апреля отмечается день рождения этого завода. И вы спросите меня, ну все, Владыка Павел совсем с ума сошел. Уже заводы поздравляет с днями рождения. А я вам скажу, что, конечно, ТААЗ это не просто завод. И дело даже не в том, что он из моего родного города. Из моего родного города, например, еще есть масса интересных заводов. Например, ВАЗ. Ну, ВАЗ, он такой социально значимый. Ну, или там Волгоцеммаш, например. Но я вот вряд ли решусь про Волгоцеммаш говорить когда-нибудь. А ТААЗ это такой завод, который для меня лично очень многое в жизни значит. Это химическая компания российская. Одна из крупнейших в мире производителей химических удобрений. В частности, аммиака. Минеральное удобрение химической продукции. Вот этот аммиакопровод из Тольятти в Одессу. Кстати, вот мне интересно. Наверное, действует. Все говорят про нефть, которую через территорию Украины качают. А что-то вот про аммиак. Я не помню новостей. Работает ли аммиакопровод? Напишите в комментариях. Я не помню. Но Тольятти город большой химии. И строительство завода Тольятти Азот началось в 1974 году. То есть, одновременно с годом моего рождения. А через пять лет, в 1979, был выпущен уже первый товарный аммиак. И вот отмечает эту дату как дату начала работы завода. Я помню, как завод динамично развивался. Вот уже даже в постперестроечные времена, как генеральный директор по фамилии Махлай проявил недюжинную просто коммерческую жилку тогда. Тогда они скупили очень много убыточных предприятий вокруг. Там Жигулевский радиозавод они купили, который был в плачевном состоянии. И неожиданно там стали выпускать технику Самсунг по лицензии. И телевизор Самсунг с таким еще огромным кинескопом случевым мне подарила мама на свадьбу. И он до сих пор у нас жив. Стоит на кухне и показывает. Собрано в Тольятти написано сзади. Кирпичный завод, мебель. Короче, много чего было. А почему этот завод для меня дорог? Не потому, что я очень люблю минеральное удобрение или люблю большую химию. Хотя у меня старшая дочь химик по образованию. Химию я, конечно, люблю. Я сам в школе очень любил химию. И у меня почетная грамота за успехи в изучении химии и физики. Есть, конечно, пятерка в аттестате и так далее. А потому, что этот завод запускал, строил мой отец. Мой отец Бегичев Александр Иванович. И я вот думаю, боже мой, какой он был еще молодой салага, когда он приехал строить этот завод. Конечно, не как рядовой строитель, а как выпускник Куйбышевского индустриального института. Они вместе с Черномырдином училище, с мамой моей тоже. Они же там познакомились, собственно, и поженились. Отцу было 33 года. Совсем молодой. Я вот своего 50-летнего возраста смотрю и думаю, тебя поставили начальником производства аммиака. Там было два производства, аммиак и карбамид. И папа был начальником аммиачного производства. Это, ну, считай, третий человек вообще на заводе. И иногда второй. И много лет он был начальником производства аммиака на заводе ТААС. Это моя личная история. Отец приехал, возглавил это трудное производство, важное для всего мира. Потому что ТААС, конечно, это гигант. Он выдает минеральное удобрение для сельского хозяйства, чтобы решать проблему голода. То есть, самое благородное из назначений химической промышленности. И, конечно, у меня с ТААЗом связана масса детских воспоминаний каких-то. Одно из самых ранних. Я даже не помню, сколько мне лет. Мне 4 или 5 лет. Меня везут в машине на заднем сидении. Я конючу, чтобы меня пустили на передний. Водитель почему-то не разрешает. Меня везут к папе на завод. Да, ну, мне год 4, наверное. И на проходной машину осматривают. И говорят, вы обалдели с ребенком на химическое предприятие? Они, видимо, решили, что это, может, ребенок водителя. И я помню, как водитель таким громким шепотом, но я слышу все, говорит, это Бегичев. И на проходной делают. А-а-а! И, конечно, нас пропускают. И с тех пор, с 4 лет, я понял, что быть Бегичевым – это круто. Тебя пустят туда, куда никому больше нельзя. Вот, я был мажором. Ну, недолго, правда. Потому что родители развелись. Отец уехал в Москву потом. Мы с ним заново знакомились, когда мне было уже 16. Но второе мое воспоминание тоже в связи с этим было. Я поступил после школы в Тольяттинский политехнический институт. Который через год я брошу, уйду в музыкальное училище. Хотя я получал повышенную стипендию, хорошо учился. Ну, просто это было настолько не мое, что вот уже поперек горла мне стояла высшая математика, начертательная геометрия. И я понимал, что, ну, как бы вот, начерта. Начертательная геометрия и так далее. Поступил я по просьбе мамы. Ну, просто она... Мне было, в принципе, все равно. Я не очень понимал, чем я хочу заниматься в жизни. А мама настояла, чтобы я поступил на факультет химического машиностроения. У нее был хитрый план. Она уходила на пенсию. И она тоже, конечно, на ТААЗе проработала большую часть своей жизни. До этого она работала и в других местах. Но на ТААЗе она тоже уходила с ТААЗа на пенсию. И вот она рассчитала. То есть тот год, когда она уходит на пенсию, как раз я должен закончить пять лет института. И в год моего гипотетического окончания она прочила меня на свое место. Маленького начальника. Отец был у меня большим начальником, а мама была маленьким начальником. Но фамилия все равно делала, конечно, свое дело. Но год я проучился. Мне стало не в моготу. И мы с мамой поговорили. Я ее уговорил, что химическое машиностроение не мое. Отпустите меня учиться музыке. И я пошел в музыкальное училище. Но в тот год, когда я поступил... Год-то я все-таки отучился. И когда были списки уже опубликованы поступивших, это было непросто. Я сдал все экзамены. Проходной балл у меня был высокий. Я прошел, естественно, бюджет. Тогда только начиналось коммерческое, конечно, вот это вот все дело. Но я на бюджет, естественно, поступил. Я хорошо учился. И я помню, как декан знакомился с нами. Декан нашего факультета. И он что-то долго в меня всматривался. Смотрел на список поступивших. На меня. На список. А там, главное, смотреть-то недалеко. Это еще в школе. Я помню... Я понял, что я родился под несчастливой звездой. Моя фамилия Бегичев. Я начинаю с на Б. А людей с фамилией на А не так много. А вторая буква у меня Е. То есть, из тех, кто на Б, я всегда буду раньше Борисовых, Богомоловых и других людей, у которых фамилия на Б. Потому что я Бегичев. Если бы я еще был Бабичев, это был бы еще, наверное, хуже. Но я Бегичев. А в школе я стоял всегда в списке с третьим. У нас была Арсланова, Ира, Ашпетова, Надя. Все, третьим был Бегичев. Нет, ну это уже старческая амнезия. Я совсем забыл, что я не третьим был, а четвертым. Еще была Банцикина Галя. Конечно, передо мной. Это редкий случай, когда после Б идет А. Ну, а я уже четвертый был Бегичев. Но все равно вверху списка. Декан тоже, видно, ну, как бы увидел в списке фамилию. Смотрел на меня, всматривался. И потом спрашивает такой Бегичев. Да. Александрович? Да. Отец Александр Иванович? Да. Понятно. Что ему было понятно, мне было непонятно. А на следующий день я стоял на остановке, чтобы ехать в институт. Тут не очень далеко, но по Толетинским меркам прилично. Надо было ехать на троллейбусе по улице Баныкина. Я стоял, ждал троллейбуса, немного мерз. Было уже прохладненько. И вдруг рядом с остановкой затормозил автомобиль. Жигули. По-моему, девятка это была. И за рулем сидел декан. Он сказал, ну, типа, садись, Бегичев Павел Александрович. Подвезу. Ну, и в машине он уже рассказал, что знал отца и помнил его хорошо. И тогда вот второй раз в жизни я понял, что быть Бегичевым круто. Моя фамилия, ну, фамилия моего отца дважды, ну, как-то поспособствовала тому, что меня на автомобиле подвезли. Ну, не так, как всех, да. С тех пор я больше, кстати, такого особо не чувствовал. На ТАЗе, кстати, проработал и я два лета подряд. Ну, летом, естественно. Я учился еще в школе. На подсобном производстве у ТАЗа было огромное подсобное производство. Свиноферма огромная. Вот. Подсобное хозяйство. То есть, чтобы у рабочих многочисленных всегда было свежее мясо в столовой. Вот. И там я работал свинарем. Сначала на старых свинарниках, деревянных, чистили лопатами все это. Потом построили новые вот уже на следующий год, огромные. Вот такие автоматизированные. Я знаю, как кастрировать поросят. Я знаю, как заколоть свинью, как ее нужно опалить, как за ними ухаживать. Как списать поросят, задавленных свиноматкой. В общем, я свинарь был профессиональный. Только почему-то сразу... Ну, я работал месяц. Не все лето, а один месяц, как правило. Вот. Чтобы карманные деньги такие иметь свои серьезные. Рублей 70. У меня была зарплата по тем временам. Неплохая для школьника-то. Только я не понимал, почему всякий раз через месяц этой работы я ложусь в больницу. Потом на исходе второго лет выяснилось, что у меня жуткая аллергия на комбикорм. Ну, с тех пор вот много воды утекло. Таз стал для меня родным. Возвращаясь с работы, я помню, как в автобусе я услышал впервые группу «Ласковый май». Еще подивился. Надо же. Как сделано, что вот прям в ухо пролезает, в сердце отдается. Значит, это такой хит прям. Много воды утекло. Отец умер 11 лет назад. Кстати, вот 12 апреля будет ровно 11 лет. Мама уже давно не помнит ни отца, ни дочь свою, ни сына своего. То есть, меня и не узнает. Таз как-то нас всех объединил, поэтому Тазу 45 лет, при том, что начали его строить в год моего рождения. То есть, Таз был в моей жизни как-то всегда. Многое лето этому заводу. С ним очень много связано в моей жизни. Таза Ох, я вот сомневался, надо ли об этом мне говорить. Курт Дональд Кобейн 30 лет назад покончил с собой. Вокалист группы Нирвана. И вот этот стиль гранж, который он создал, ну и вообще их группу создала на стыке панка и попа. Ну, что-то среднее. Вот если панк-рок и поп-музыку поженить, получится у них родиться гранж. Да, и они продали в начале 90-х миллионы альбомов. Слушайте, ну, там очень много просто хитов. Сам Кобейн вот всю жизнь был, ну, просто чуваком оторви и выбрось. Я, ну, просто вот по всему складу своего характера, своей жизни, ну, вот, просто полная противоположность таким людям. Поэтому я таких людей никогда особо не понимал, а, следовательно, не любил. Ну, сейчас, как христианин, я обязан любить всех. Я стараюсь любить всех, но понять вот таких людей мне очень трудно. Человек как бы специально разрушал свою жизнь. Всю жизнь разрушал свою жизнь. То есть он жил, разрушая свою жизнь. Как бы пробую ее все время на прочность. Все время рвал отношения, еще как-то потом стал наркоманом, женился, кстати, на Кортни Лав, да, и у них родилась дочь. Возникла, естественно, проблема с наркотиками. И, как известно, все это привело к тому, что Корт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года. То есть ровно 30 лет назад в своем доме в Сиэтле. Есть, конечно, версия, что его убили, но масса экспертиз проведена. И тут уже сомневаться не приходится. Нет, это, конечно, самоубийство. И вот это вот я ненавижу себя, я хочу умереть. I hate myself. I want to die, да. То есть вот это, конечно, все понятно. Это было закономерно. Корт Кобейн, безусловно, надо отдать ему должное. Один из самых талантливых музыкантов второй половины 20 века. И это пример того, как сатана может человека обмануть и довести до самой преисподней. Надо сказать, что он какое-то время считался религиозным человеком. В 80-е годы он посещал баптистскую церковь. Служил, работал в молодежной христианской службе. И в 84-м году он крестился у баптистов. Потом даже там отчитывал Джесси Рида за курение марихуаны и пренебрежение Библии. Продлился это недолго, уже в 85-м году он рисовал граффити «Выкинь Христа», «Бог гей» и так далее. В общем, утверждал, что дьявол сильнее Бога. В общем, он разочаровался в христианстве. Увлекся буддизмом якобы. Ну, собственно, и группа Нирвана, да. Поэтому. Ну, не знаю. Потом увлекался джайнизмом. Ну, как? Так себе джайн из него, конечно. Он обещал к ним примкнуть после окончания карьеры. Я никогда не был поклонником Нирваны. Гранж мне не очень нравится. Опять же, повторюсь. Вот тут я профессиональный музыкант. Я, конечно, должен понимать и любить любую музыку. Иначе не нужно называться профессионалом. И я отдаю, безусловно, дань уважения Курту как музыканту. А как христианину и как служителю церкви я, ну, просто... Мне очень жаль этого человека. Я его люблю, несмотря на вот какую-то естественную антипатию, которая к такого рода людям всегда у меня возникала. Даже когда я был хиппи, даже когда я был в юности малоцерковным рок-музыкантом. Прямо скажем. И то, что мне его очень и очень жалко, вот это, наверное, самое главное чувство, которое возникает у меня. Это чувство какой-то отцовской нежности. Вот как к такому... Ну, вот как к блудному сыну, который так и не раскаялся. Который так и не раскаялся. Который, может быть, хотел бы вернуться к отцу. Но так и не вернулся. Так со свиньями там и покончил с собой. Почему я вспомнил о нем? Почему я вообще вспоминаю о нем? Скорее от беспомощности, от этой вот какой-то щемящей жалости к нему и к сотням тысяч, если не к миллионам других подростков, которые, подобно ему, последовательно разрушают свою жизнь. Не обязательно наркотиками или алкоголем. А просто разрушают. Безбожиим, собственно. Да, безбожиим разрушает. И многие из них очень талантливые. И хочется им крикнуть. Не надо слушать дьявола. Нельзя. Вот просто нельзя. Поэтому, конечно, не дай бог никому. Я не знаю, как молиться о Куртикобейне. Никак, наверное. Может быть, только уж совсем-совсем как-то келейно и без особой надежды. Что называется, ну, что тут поделаешь. Жалко просто до слез. У нас вот слезы наворачиваются и сердце сжимается. И хочется сказать, живым, ребята, не надо так. Особенно, если бог вас при рождении поцеловал и дал вам талант. Не разменивайте его на дьявольские побрякушки. 125 лет назад в Москве пустили первый электрический трамвай. Я помню, да, эту эволюцию общественного транспорта. Извозчики, кареты, им на смену пришла прогрессивная конка. Конка – это трамвай на конной тяге. И почему-то из детства я помню вот эту незамысловатую песенку. Про кто желает на свидание поспевать без опоздания, должен отказаться от карет. Увлекаясь быстрой гонкой, надо пользоваться конкой. Кто желает на свидание поспевать без опоздания, должен отказаться от карет. Увлекаясь быстрой гонкой, надо пользоваться конкой. Так диктует нынче этикет. Гонка, 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 гонка – это прогресс. Конка, 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 конка – это экспресс. Я намерена признаться вам в нашем веке девятнадцатом. Конка – это ошибка, модернный бред. Приезжаю на свидание, как всегда, без опоздания. Где же, извините, мой предмет? Он придет и в оправдание, будет грязься сквозь рыдание, Что его подвел Габриолет. Гонка, 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 гонка – это прогресс. Конка, 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 конка – это экспресс. Мы намерены признаться вам в нашем веке девятнадцатом. Конка – это ошибка, модерн и блеск. Но в последние десятилетия девятнадцатого века Конка уже не справлялась с потоком пассажиров. Рельсы пришли в совершенно плачевное состояние. Нужно было что-то решать, что-то менять. И вот в 1898 году, ровно за сто лет до рождения моей старшей дочери, был переоборудован путь конно-железной дороги Долгоруковской линии. По Малой Дмитровке и до Бутырской заставы, по Верхней и Нижней Масловке, до Петровского парка был пущен электрический трамвай. Ну а регулярное движение началось в Москве 6 апреля 1899 года. Вагончики курсировали с интервалами в 14 минут, что, вот, например, в Тольятти иногда автобус можно было и полчаса ждать. А в Москве 19 века 14 минут. С 8 утра до 8 вечера, правда, не очень поздно. Билет стоил 6 копеек. И вот 6 апреля 1899 года. Потом уже только в Санкт-Петербурге появилось первое трамвайное движение в 1907 году. То есть в столице тогдашней позже на 8 лет появилось, чем в Москве. Ну а потом Аннушка разлила масло, Берлиозу отрезали голову и пошло-поехало. Шучу. Это было только в романе Булгакова. Я люблю трамваи. Почему? Я вот с теплотой эту дату воспринимаю, потому что, наверное, в Тольятти, потому что их не было. То есть это с детства для меня была экзотика. А в Самаре они были. Ну, в Куйбышеве. И если я приезжал к бабушке, я любил кататься на трамваях. Просто сесть в трамвай, проехаться до конечной остановки, пересесть в другой трамвай и проехаться снова до бабушки. Так не очень много было развлечений. Мне нравились эти жесткие сидения. Это треньканье. Это вот даже такое бросание. Немножечко, да, такое вот шатание. Шейк-шейк вот этот вот. Запах криозота от шпал. Ну, и в Москве я не упускаю случая покататься на трамвай, где это возможно. Ну, правда, сейчас трамвай не тот, конечно, пошел. Современный такой. Ну, не пошатаешься там. Сидения комфортные, удобные, мягкие. Ну, что это за трамвай? Ну, не настоящий. Троллейбусов уже нет. Вот троллейбусы... Я люблю электрический транспорт. Электробус мне не заходит. Вот трамвай, слава богу, в Москве еще есть. И это прекрасно. Многое лето, дорогой трамвай. 825 лет. Так, давненько уже все-таки. Да, это не то, что уж прям... То есть даже по моим меркам это давно. Погиб сэр Ричард Львиное Сердце Его Величества. Английский король из династии Плантагенетов. Третий сын английского короля Генриха, герцогины Алионоры Квитанской. И вообще это было засилье вот этой французской ветви, когда вот Плантагенеты... Ну, это, собственно говоря, французы на английском престоле. Если так уж упрощенно говорить. Дело в том, что Ричард никогда не планировался как наследник. У него были старшие братья. В юности он носил всего лишь титул графа де Пуатье. Но он был потрясающе красив, по сведениям современников. Он был огромного роста. Он был с меня ростом 193 сантиметра. А для тех времен это было невероятно. Ну, я вот смотрел. Кольчуги смотрю всегда в музеях. И кольчуги невероятных богатырей. Там 48 размер. Там что-то такое. А Ричард был реально огромен. И просто голубоглазый, светловолосый великан. С детства обожал войну. Тренировался в квитанском герцогстве. Усмиряем мятежных и буйных баронов. Королем он, кстати, оказался не кудышным, а рыцарем знаменитым. Он не предназначался, его не воспитывали как наследника престола. Но он не уважал своего отца деспотичного. Хотя любил. И, в общем, плакал о его смерти. Может быть, немножечко крокодиловы были слезы. В общем, все братья своего отца не любили. Все сыновья Генриха II находились под влиянием Илеонора Аквитанской. Матери своей женщины. Властной и очень незаурядной. Это же XII век, 1173 год. В общем, сыновья подняли мятеж против своего отца. К чести его оставили в живых. Соправителем стал старший сын. После смерти старших братьев Ричард стал подозревать, что отец хочет передать трон младшему Джону и Анну. И Ричард, объединившись с французским королем, решил восстановить справедливость. И Генрих II согласился короновать Ричарда. И вскоре скончался. Ричард был коронован в 1189 году. И провел в Англии всего полгода из десяти лет своего правления. Пошел в крестовый поход. Стижал историческую славу. Ну, конечно, сборы на этот поход легли тяжким налоговым бременем на всех. Но Ричард, львиное сердце, вот с тех пор это легендарная личность, конечно. Наряду с Роландом, королем Артуром для Англии. Ну, а погиб он при осаде замка Адемара V Лиможского во Франции. В лимузене арбалетный болт пробил ему плечо близ шеи. Операция здесь прошла неудачно. Началось заражение крови. И вот 6 апреля 1199 года он скончался на руках матери и жены. Но, конечно, все мы знаем про Ричарда, львиное сердце. Из фильма «Мы, люди моего, мальчишки моего поколения». Из фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенга». Конечно, это потрясающе. Играл его латвийский актер Ромолдс Анценс. Озвучивал Сергей Малишевский. Ну, конечно, очень колоритный там получился такой Ричард, львиное сердце. Черный рыцарь, которого якобы предал его оруженосец Айвенга. Потому что его связали поясом Айвенга. Мы знаем, что Ричард, львиное сердце, был в плену. Ну, конечно, этот фильм, ну, просто потрясающая. Вот эта рыцарская сага такая по роману Вальтера Скотта. И роман я взахлеб прочел, и фильм посмотрел. И, конечно, песни Высоцкого, ну, этот фильм невероятно украсили. Ну, а про Ричарда, львиное сердце и монаха Тука, отца Тука, святого причетника из Компенхерста. Конечно, два мема. Ну, первый. Ну, мясо ж пригорает. Вкусить? Горох. Пища отшельника. А это вода. Вода? Из источника святого Дунстана. Благословенно. Слушай, преподобный отче, сдается мне, что твоя скудная пища и священная, но безвкусная вода явно идут тебе впрок, а? Ха-ха-ха. Преподобный отче, дозволь грешному мирянину узнать твое имя. Причетник из Компенхерста. Так называют меня в здешних местах. Правда, добавляют еще при этом слово святой. Святой? Но я на этом не настаиваю. А как мне называть моего почтенного гостя? Называй меня святой причетник из... Компенхерста. Компенхерста. Да. Просто черным рыцарем. Черным? Да, черным рыцарем. Ну, мясо ж пригорает. Пригорает. Видишь ли, сэр, черный рыцарь, лесной сторож оставил кое-что из съестных припасов, а я, обремененный своими раздумьями о Боге, едва не забыл о них. И слава святому Дунстану, что ты не забыл о них. А давно приходил добрый сторож? Неделю назад. Воистину, отшельник ты святой и творишь чудеса. Похоже, этот жирный олень еще утром бегал по лесу, а? Ну, что ж ты не ешь, а? Обед, данный мною святому Дунстану, не позволяет мне. В святой земле, где я воевал, каждый хозяин, угощая своего гостя, должен есть сам, дабы не подумали, что пища отравлена. Да? Ну, конечно. Ну, что ж, только ради вашего спокойствия. А второй мем, а это монах нашего ордена. Мы с ним всю ночь псалмы пели. Это просто невероятно. Слушай, монах, отложи свои четки и бери дубину. Мне теперь календарь дорог. Что это у тебя за гость? Это, это монах нашего ордена. Мы с ним всю ночь псалмы пели. О-о-о-о! Должно быть, это служитель воинствующей церкви. Когда они там уже победили, черный рыцарь созывает общий сбор и открывает всем, что он и есть. Вот король Англии, Ричард Львиное Сердце, возвращающийся из плена. Вот Айвенга предатель там и так далее. И вот он жаждет восстановить справедливость, потому что и монах Тук ему говорит, как тяжело живется при короле Джоне. Кстати, вот такой интересный момент, что Бриан де Буа Гильбер, там, один из главных злодеев, не преклоняет калене перед Ричардом Львиное Сердце, потому что тамплиеры никогда не преклонялись перед монархами. Да! Я ваш король! Ричард! Встаньте, друзья! Ваши вольности в королевских лесах вы искупили службы, которые сослужили под стенами замка Торкелстон. Государь, почему вы сразу не открылись нам? Я пока вынужден скрывать свое пребывание в Англии, чтобы дать моим друзьям время собрать свои войска. Я открылся, потому что знаю, здесь предателей нет. Кроме одного человека. Айвенго! Государь, я не виновен. Но единственный человек, который может это подтвердить, рыцарь Бриан де Буа Гильбер. У тебя есть возможность умереть с чистой совестью. Отвечай, кто предал меня в руки герцога австрийского? Я, государь. По приказу вашего брата, принца Джона. А как же пояс Айвенго? Я выманил Айвенго из харчевни, где вы с ним заночевали. И мои люди схватили его. Потом они в темноте поясом Айвенго связали вас и отвезли к герцогу австрийскому. Айвенго мы отпустили. Чтобы все думали, что это он предал вас. Подлые изменники. До каких же пределов бесчестия вы дошли с принцем Джоном? Ты не просишь пощады? Нет, государь. Тот, кто попал в лапы льва, знает, что просить пощады у него бесполезно. Так бери ее непрошенную. Лев падалью не питается. Я дарю тебе жизнь с тем условием, что в течение трех дней ты покинешь Англию. Но если ты когда-нибудь вернешься на английскую землю, клянусь всеми святыми, я тебя повешу. На этом дереве. На пищу ворона. Прости, Айвенго, что я усомнился в твоей преданности. Как мне теперь вознаградить тебя за твою верность? Не нужно мне никакой награды. Ну, я-то знаю, какую награду ты заслужил. Шири дорогу вашему духовному отцу. Клянусь святым Дунстаном, в моем отсутствии виновен не я, вот этот бочонок с испанским. Когда пожар стих, решил я спуститься в подвалы, посмотреть, нельзя ли спасти какое-нибудь добро. А найдя его, решил отнести к вам, дабы увеселить вас всех, грешники. Ну, с больно тяжелым оказался собака. Думаю, отопью, он и полегчает. И сколько же в этом бочонке осталось вина? Думаю, что половина. Ну и уезжают навестить Джона, претендента на престол. К утру мы должны быть в Донкастере. Лорд Эссекс соберет там все верные мне войска. А потом мы навестим моего любезного брата, принца Джона. Молю бога, чтобы он не сбежал во Францию. И для меня все эти образы с детства, конечно, соединились в гениальной и любимой нежно песней Владимира Высоцкого. Встрет! Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битвы, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды глотали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьемея от строк. Липли волосы нам на взботевшие льды, и сосало под ложечкой сладко от врат. И кружили наши головы в запах борьбы, со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь, не знавшие бой, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, на значение границ, смысл атаки и ляз боевых колесниц. А в кипячих котлах прежних воин и смут, столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы, народи предателей трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов. И злодеям, слетам, не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя. Мы, народи героев, вовили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век усовав столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых рожать, и оружие принять из надруженных рук. Испытай, заплодел, еще теплым мечом, и доспехи надел, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет и сраненный труд, и над первой потерей ты взвоешь скорбяк. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, облечил, отыскал, по скалу забрал, это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубые, и всегда позади вороньёк и кробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки с лажа наблюдал с высока, а в борьбу не вступил с подлецом с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцомским мечом, ты соленые слезы на узк намотал, если в жарком бою испытал, что пошел, значит, нужные книги и в детстве читал. 85 лет великому режиссёру Фрэнсису Копполе. Фрэнсис Форд Коппола родился 7 апреля 1939 года в Детройте, в штате Мичиган, США. Ну, собственно говоря, он ныне здравствует, хорошо, что живой, 85 лет ему исполнилось вот 7 апреля. Снимать фильмы он начал в 10-летнем возрасте, 8-миллиметровой камерой снял по собственному сценарию игровой фильм с участием родственников и соседей. Все прям, конечно, аплодировали ему. Многочисленная семья, внушительная родня, отец известный флейтист и композитор, все из итальянской диаспоры, мать театральной актрисы, старший брат, крупный учёный-литератровед, писатель, профессор Калифорнийского университета впоследствии, младшая сестра, популярная киноактриса и так далее. Потом, ну, вот были другие фильмы, и 1972 год, это звёздный год, снят крёстный отец. Мы в прошлой серии говорили про Марлона Брандо, а вот теперь ещё и вспоминаем Фрэнсиса Коппола. Он известен не только, конечно, сагой о крёстном отце, но апокалипсис сегодня, клуб Каптон, Дракула, Сонная лощина, Молодость без молодости, Между... Ну, там много фильмов он вообще снял. Около 40 примерно в его режиссёрской коллекции. Пять Оскаров, шесть золотых глобусов, две золотые пальмовые ветви, премии Британской киноакадемии и масса других наград, конечно. А потом он приобрёл усадьбу в Калифорнии, занялся разведением винограда и как диоклетян начал выращивать капусту. Известный виноторговец, издатель журнала, владелец сети отелей, владелец заводов, газет, пароходов, превратился в такого мистера-твистера, кино по инерции снимает. И вот интересно, что начал-то он с каких-то малобюджетных, дешёвых, пошлейших, каких-то эротических фильмов. Сейчас непонятно что, а вот в середине жизни, конечно, был с абсолютным таким величием, абсолютно великий режиссёр. Личность его для меня загадка. Конечно, он крещён, мальчик из итальянской диаспоры, не может быть не крещён в католической церкви. Но, повторюсь, личность его для меня загадка. Молюсь, чтобы в столь преклонном возрасте он приблизился к Богу. Спасибо, конечно, за его творчество. Многое лето, что ж. 70 лет Джеки Чану. Какой-то сегодня кинематографический выпуск получается. Джеки Чан тоже 7 апреля 1954 года родился в Гонконге. И родители его были настолько бедными, что хотели его продать акушеру, но в последний момент передумали. Слава Богу. Потом как-то жизнь наладилась, устроились на работу в посольстве США в Австралии. И когда Джеки исполнилось 7 лет, его отправили в школу пекинской оперы в Гонконг. Школа была очень престижной. Там преподавали боевые искусства, актерское мастерство, пение, акробатику, танцы. И там уже вот юный Джеки развил силу воли, увлекся кунг-фу по-настоящему. У него сильное кунг-фу. Сначала он устроился работать каскадером, начинал свою карьеру в кино как безымянный каскадер. Иногда снимался в эпизодах. И, конечно, повышал свой уровень кунг-фу, акробатики. И был очень артистичным. Его заметили. В 70-х годах он начал играть более крупные роли. А затем и как-то стал сам ставить фильмы. Сначала низкобюджетные, а потом такие картины развлекательного плана. «Змея в тени орла», «Пьяный мастер», «Доспехи бога». И потихоньку-потихоньку стал самым главным в Гонконге. В смысле режиссера и актера. И сам исполнял все трюки всегда. Никогда не прибегал к помощи каскадеров. Покорил всю Азию. Покорил, в конце концов, США. И, конечно, просто настоящий успех пришел уже в 95-м году после картины «Разборка в Бронксе». Потом была «Криминальная история», «Пьяный мастер 2», «Первый удар», «Громобой», «Шанхайский полдень», «Час пик», «Вокруг света за 80 дней», «Шпион в соседству», «Шаолинь», «Доспехи бога 2», «Доспехи бога в поисках сокровищ». Ну, в общем, и «Джеки Чан» стал вот тем «Джеки Чаном», которого мы знаем. И, кстати, он покорил публику вот своим юмором. Потому что все вот эти боевики, они ведь зубодробительно скучны. Кроме драки, там вот просто не на что смотреть. То есть зубодробительно скучны вообще боевики. Я жанр боевика именно поэтому не любил. А «Джеки Чан» смотрится всегда хорошо. Потому что он очень несерьезно ко всему этому относится. С такой известной долей иронии. И, по-моему, кстати, именно он придумал вообще вот это вот неудачные дубли показывать в конце. Я не помню, чтобы кто-то до этого такое делал. А «Джеки Чан...» Ну, то есть это вот самоирония. То есть он не боялся показывать неудачные дубли. Заодно и показывал, как это непросто снять вот такой боевичок. То есть как все это ставится. Как эта травма опасна и так далее. Ну, снялся больше, чем в ста фильмах в главной роли. Широко известен своей благотворительной деятельностью. Много жертвует. Понятно, что у него в Гонконге на «Авеню звезд» есть «Звезда», на «Али и звезд» в Голлиуде. И даже в Москве на «Старом Арбате» есть. «Джеки Чан» для меня в этом смысле, конечно, номер один. Я не любил, никогда не любил фильмы с Брюсом Ли. Вот сцены драк, да, а все остальное зубодробительно скучно. «Ван Дамм», «Чак Норрис». Все это как-то прошло особо мимо меня и любви не снискало. А вот «Джеки Чана» я нежно всегда любил. Многое лето. 60 лет назад родился такой интересный очень актер Никита Викторович Михайловский 8 апреля 1964 года в Москве. Отец его режиссер Виктор Сергеев, впоследствии директор «Ленфильма». Никита был талантливым мальчиком с красивой очень внешностью, работал фотомоделью уже с 6 лет, манекенщиком работал. Ну и, конечно, в 8 лет уже снялся в кино «Ночь на 14-й параллели». Но настоящая слава к нему пришла, и, в общем-то, узнаваемость в 1980 году он сыграл в фильме «Вам и не снилось». Ему было 16, на него обрушилась невероятная слава. Он легко поступает в лгитмик, заканчивает его в 1986 году, продолжает активно сниматься. У него роли дальше уже такие, ну, менее известные, но тоже заметные. «Зонтик для новобрачных», в «Акселератке» он играет там главную роль. Я все думал, когда этот фильм вышел, где я его видел? А, да это же из «Вам и не снилось». Вот, выйти замуж за капитана и так далее. Ну, в общем, «Вам и не снилось» остался его главным фильмом, потому что в 90-м году у него диагностировали лейкоз, он отправился на лечение в Англию, деньги на операцию собирали всем миром, нужно было пересаживать костный мозг. Ну, провели операцию, она успеха не принесла, и 24 апреля 1991 года он скончался в Лондоне, ему было 27 лет всего, похоронен на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Ну, конечно, мы все помним этот мощный финал фильма «Вам и не снилось», над которым плачут не только девочки, но и некоторые мальчики. Верунья, доченька моя, у нас все как по нотам. Сейчас он в школе, и я курю в форточку, а потом он придет, я буду лежать и умирать. Между прочим, во мне погибла великая актриса. Бабушка, ты не актриса, ты, 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 пойми, это вынужденный обман. Открой! Открой и поговорим. Ты меня слышишь? Я тебе все объясню, популярно, на пальцах. Кто тебе сказал, что это любовь? Ты помнишь в садике? Ты был влюблен в Лидочку. Нам надо было вас женить? Я тебя не вижу. Ну, что ты прячешься? Я взломаю дверь. Пусти. Слышишь? Пусти. Катя. Катя! 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 Ромка! Ромка! Поехали! 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 Прекрасные роли в кино. 260 лет назад, 8 апреля 1764 года, родился Николай Рязанов. Рязанов, не предок Эльдара Рязанова, не путайте, он через Е. И вот, наверное, не все сразу сообразят, кто это такой. А это человек, которого, в общем-то, все мы знаем. В начале 19 века он получил должность, такое назначение, быть инспектором русской Америки, русских поселений на Аляске. Вы знаете, что Аляска была русской, да, частью Российской империи. И его вот поставили там инспектором, он взялся за дело с рвением, энтузиазмом, и у него был целый ворох интересных идей. Жителям этих поселений русских нужны были, естественно, продукты. Там не все росло, там довольно суровый климат. А как им продукты возить, из России, что ли? Ну, то есть, это далеко, дорого, невыгодно. Через Сибирск до Охотска, дальше по Охотскому морю. И основная часть провизии просто не доезжала. То есть, продукты доставлялись испорченными. Тогда Рязанов придумал выход. Он купил корабль. Корабль купил с провиантом, прям сразу с едой. У купца Джона Вульфа. И корабль назывался Юнона. Но он понял, что это разовая акция, еду быстро съели. А надо было что-то придумать, чтобы постоянно где-то брать еду. Ну, конечно, ее было ближе, дешевле покупать в Америке. А именно в Калифорнии. Ну, то есть, собственно говоря, вот тут Аляска, вот Калифорния. И тут как-то вот не через Охотское море плыть, а гораздо ближе. И тогда он купил еще один корабль. И корабль назывался А-8. И на этих кораблях он поплыл в Калифорнию, надеясь там закупить провианты и отвезти на Аляску. И вообще наладить эти торговые отношения между Американской Америкой и Русской Америкой. Он лично возглавил эту торговую экспедицию, а шансов на успех у него было очень и очень мало. Почему? Потому что Калифорнию контролировали испанцы, а испанцы были союзниками Наполеона. А тут уже вовсю маячил 1812 год. И, ну, ребята, конечно, все было очень и очень непросто. Русских в Калифорнии точно никто не ждал с распростертыми объятиями. И вот корабль Юнона вошел в залив Сан-Франциско. Николай Рязанов познакомился с губернатором Верхней Калифорнии. Его звали Хосе Арильягу. И, в частности, с комендантом форта Сан-Франциско. Его звали Хосе Дарио Аргуэльо. А у Хосе Дарио Аргуэльо была дочь Кончита. Кончита Аргуэльо, которой было 15 лет. И дочь Рязанову тоже представили. И все за верте. И началось. Их пронзила какая-то совершенно неземная любовь. Абсолютно взаимная. И вот эта трогательная история легла в основу поэмы Андрея Вознесенского «Авось», которую все мы знаем по рок-опере Юнона и Авось. Композитора Алексея Рыбникова, Марк Захаров, Ленком. Премьера 9 июля 1981 года. И до сих пор в Ленкоме идет и так далее. Первый актер, который играл Николая Рязанова, это, конечно, Караченцев. А Кончита, это Елена Шанина. И вообще все вот это. Я мечтал, закусив, уделась, свесть Америку и Россию. Авантюра не удалась за попытку. Спасибо. Ну, все мы это, безусловно, знаем. А в реальности все было, ну, действительно так. Рязанову было 42 года. Кончите было 15 лет. Рязанов сделал предложение. И у первоначально безнадежного мероприятия замаячил успех. Потому что такая любовь, ну, конечно, тут, в общем, все породнились. Рязанов, кстати, был женат, но на тот момент уже овдовел. Вот первая жена у него была Анна Григорьевна Шелихова. Кстати, дочь основателя русских поселений в Америке. И когда они поженились, ей тоже было 15 лет. Это был выгодный брак для обоих. Она получала дворянский титул. А Рязанов огромное приданное. Супруги прожили недолго. Всего 7 лет. Родили двоих детей. Ну, скоростью вот Анна умерла. Через 12 дней после рождения второго ребенка. В общем, родители Кончиты тоже были сначала не в восторге от этой внезапно свалившейся на их голову любви. Они дочку отговаривали, но девочка была настроена решительно. В итоге помолвка состоялась. Но для брака с католичкой Рязанову предстояло получить разрешение римского папы. Ну, а как до римского папы добраться? Ну, то есть не пересечешь же всю Америку, чтобы плыть в Италию через Атлантику. Нужно возвращаться в Россию и дипломатическими средствами добиваться аудиенции у римского понтифика. Вообще как-то решать вопрос и в России тоже с православным вероисповеданием. При том, что там можно было все это уладить, но вот нужно было совершить много телодвижений, потому что интернета не было, телефонной связи не было, телеграфа не было. В общем, надо было плыть домой в Россию, в Сибирь через Охотское море, пробираться до Санкт-Петербурга, ходатайствовать, получать аудиенции, идти в Рим. В общем, ради любви надо прям серьезно попутешествовать. В общем, на Юнону погрузили провизию, отвезли в Русскую Америку и поплыли на всех парусах в Россию. Прибыли в Охотск, и там Николай Рязанов столкнулся с сюрпризами нашей русской погоды. Ему бы переждать, переждать, но как можно переждать, когда такая любовь? Он, конечно, несмотря на осеннюю распутицу, поперся-таки в Санкт-Петербург. Верхом экипажи просто по бездорожью бы не прошли, а верхом, ну как, холодно, холодно, Сибирь, извините. Где-то уже и снег пошел, и даже лед на речках встал, но а как? То есть, вот самое дурацкое время, на лодке не перепираешься, потому что лед, да, а, собственно, по льду опасно, потому что лед еще не встал как следует, тонкий. Поэтому он периодически проваливался под лед, простужался, упал с лошади, да так сильно ударился, что потерял сознание. Его доставили в Красноярск уже просто совершенно в невероятном таком состоянии здоровья, переохлаждение, воспаление легких, удар, сотрясение мозга, видимо, да, там. То есть, сейчас даже очень трудно поставить диагноз. В общем, он в Красноярске умер 1 марта 1707 года. А как, вот при нем же, ну, что, собственно, как сообщить Кончите об этом? Да никак! Кто там в Красноярске вообще знает про Калифорнию, про Сан-Франциско и так далее? А Кончита ждала его возвращения. Она выходила на мыс, смотрела на океан. В 1808 году, наконец-то, кто-то там сподобился сообщить, что Николай Рязанов погиб, умер. В 1808 году только это произошло. И спустя год после смерти. Целый год она ходила. И Кончита больше не вышла замуж никогда, отвергла все предложения руки и сердца. И, в конце концов, ушла в монастырь и там умерла. И на том мысе, куда выходила Кончита смотреть на океан, сейчас стоит одна из опор моста Золотые Ворота. Мы с женой там были. И я даже сделал фотографию. Были мы глубоко ночью. Айфон у меня был тогда еще шестой, потому что это был шестнадцатый год. А он ночью не очень хорошо фотографировал. Напоминает последний снимок группы Дятлова. Но вот именно здесь Кончита стояла, смотрела на океан и ждала своего возлюбленного Николая Рязанова. А мы с женой в эту романтическую ночь тоже стояли здесь и смотрели больше друг на друга. А фотографию я сделал просто, ну, попытавшись. Впрочем, если вы хотите, вы в сети найдете миллиард фотографий моста Золотые Ворота и того места, где Кончита ждала своего Рязанова. Чувства невероятные. То есть целеустремленный Рязанов, который не стал ждать зимы, ну, не хотел даже зимы подождать. Быстрее бы, быстрее бы к императору ходатайствовать перед папой. И Кончита, которая отказалась от блестящих перспектив брака, больше никогда не вышла замуж. Но они не сделали этого. Рязанов не переждал ни погоду, Кончита не вышла замуж. Любовь их стала прекрасной легендой. Вдохновила Андрея Вознесенского. Вдохновила Алексея Рыбникова. Вдохновила Марка Захарова, артистов Ленкома. И в конце концов мы все льем слезы над этим блистательным финалом рок-оперы Юнона и Авось. Жители двадцатого столетия, Ваш концу идет двадцатый век, Неужели вечно не ответить, Вопрос согласия человека. Две души несущихся в пространстве, Полтора ста одиноких лет, Мы вас умоляем о согласии, Без согласия смысла в жизни нет. Аллилуйя, 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 Возлюбленный парень, Мы забыли броня себе руля, Для чего мы на землю попали? Аллилуйя любви, Аллилуйя любви, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя всем будущим детям, Наша жизнь пролетела на юрах, Мы проклятым ватросам ответим, Аллилуйя любви, Аллилуйя любви, Аллилуйя! Аллилуйя любви, 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 Аллилуйя любви Алилуйя, Алилуйя, Алилуйя. Алилуйя, кричите слеза на выру, И, повернуя веру живую, Мы повторим отца и верца в вид. Алилуйя любви, Алилуйя любви, Алилуйя. Алилуйя, актер трагедии, Что нам жизнь подарили вторую, Полюбивший нас через столетия. Алилуйя, актер трагедии, Алилуйя, актер трагедии, Алилуйя, актер трагедии, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»